Сейчас посмотрим, в каком шоке будет этот автомобиль, который мы сейчас успеем опередить. 500 лошадиных сил, которые срывают этот автомобиль на полном приводе с выключенным трекшном по асфальту, просто с буксом. Аналогов у этого автомобиля в компании Tesla нет. Блин, ребята, это очень быстро. Также какая-то непонятная китайская кнопка. Не, ну блин, 500 лошадиных сил. Да ладно, ребят. Я открыл багажник сейчас, но закрыть я его не могу. Вы серьезно? Друзья, всем привет, с вами Алексей, и это новый выпуск на канале West Motors. Надо понимать, что автомобилестроение в Китае развивается полным ходом, а особенно это касается электромобилей. Поэтому сегодня у нас на обзоре китайский электромобиль от компании BYD, BYD Tank EV600. Встречайте. Итак, друзья, вашему вниманию китайский электромобиль от компании BYD. Давайте начнем с внешнего вида этого автомобиля. Надо признать, что он выглядит просто космически. Посмотрите, какая агрессивная решетка радиатора. И да, это я не оговорился, это реальная решетка радиатора, которая не является какой-то фальш-насадкой. Посмотрите, здесь сквозные отверстия, которые охлаждают, соответственно, ваши радиаторы. Полностью светодиодная оптика. Здесь у нас также есть воздухозаборники, которые охлаждают ваши тормоза. И самое интересное, здесь 22 диски. 22 диски на китайском электромобиле звучат, честно говоря, как-то сразу кажется неправдоподобно. Но это так. Здесь реально 22 диски, посмотрите. Вот так вот покажу. 265 на 40 на 22 спереди. И сзади тоже 265 на 40 на 22. Несмотря на достаточно широкую резину, если в этом автомобиле отключить трекшн-контролинг, всеми четырьмя колесами будет буксовать по асфальту. По асфальту, не по песку. То есть вы понимаете, какая моща в этом китайском электромобиле. Здесь у нас, посмотрите, есть камера переднего вида, радар. И также камеры можно встретить под зеркалами. Сзади у нас также есть камера. Что нам говорит о том, что здесь есть кругового обзора. Давайте перейдем к ключу зарядного порта. Во-первых, он открывается практически автоматически. Потому что ему надо помогать. Здесь есть подсветка. И, соответственно, сам зарядный порт. Чтобы вы где-нибудь в темное время суток не промахнулись, так сказать. Так, я думаю, будет интересно заглянуть под капот этого автомобиля. Посмотреть, как там все у нас устроено. Такс. Все, игра началась. Ну вот. Почему это все так сложно, объясните. Вот я открыл капот. Вот мне сейчас надо как-то найти язычок, который открывает этот капот. Все. Сейчас запахло Китаем. Реально. Может быть, надо еще раз дернуть? Нет. А может быть, да. Да, видите, надо было дернуть два раза. О, вот это. Вот это реально очень круто. И под капотом нас встречает вот такая вот картина. То есть, да, здесь нет никакого дополнительного отсека, куда вы можете кинуть свою сумку. Но, по крайней мере, ребят, посмотрите. Все максимально культурно облагорожено. Зачем вам под капотом что-то видеть? Вы все равно в этой машине ничего сами делать не будете. Все аккуратненько облагорожено. Электромоторы спрятаны. Скучненько, конечно, но, мне кажется, так и должно быть в современных автомобилях. Вас не должно ничего отвлекать. Если вы уже заглянули под капот этого автомобиля, то вам явно не надо видеть там какой-то электромотор. Если вам уже что-то надо удалить, а это максимум тормозная жидкость, либо охлаждающая жидкость, то вы явно обратитесь в сервис. Открываем багажник. Кнопочка находится у нас возле номера. Багажник, естественно, с сервоприводом. Места очень много. Реально очень много. Есть механическая шторка. Такая, конечно, хлюпенькая достаточно. Хлюпенькая шторка. Здесь есть какие-то подстаканники, но я, честно говоря, не могу пока понять, почему они здесь. Не могу вам ответить на вопрос, зачем здесь вот эти две ниши, которые выглядят как подстаканники. Ребят, короче, сейчас узнал у владельца, что же это за два подстаканника, которые находятся в багажнике. Оказывается, у этого автомобиля есть еще и гибридная версия. Вот в гибридных версиях три ряда сидений. И вот как раз для третьего ряда там и есть подстаканники, собственно говоря. Здесь есть у нас сабвуферы с одной стороны. С этой стороны у нас ничего нет. В этой нише у нас скрывается куча всего интересного. Всякие сумочки, зарядки, знак аварийной остановки и светоотражающий жилет. Закрываем. Касаемо оптики. Вот посмотрите. Если закрыть вот эту вот часть. Вот эта часть, на какой вам автомобиль похожа? Вот сейчас остановите это видео и напишите в свой комментарий, на какой автомобиль вам похожа вот эта оптика. Если вот так вот прикрыть прям Wild Your Dreams и так далее, то реально можно спутать с оптикой на Dodge Durango. Кстати, для тех, кто не знал, как расшифровывается аббревиатура компании BYD, это Build Your Dreams. Построить свои мечты. Смотрите, у нас модификация EV600. EV600, это означает то, что автомобиль у нас на одном заряде проезжает 600 километров. Да, надо понимать, что 600 километров вы проедете только если будете ехать с постоянной скоростью 60 километров в час. У нас есть надпись 4.6s. Я не понимаю, вот есть еще BYD Han. У него такая же ситуация. У него написано 3.7s, а едет он по факту 0.100 3.5 секунд. Здесь написано 4.6s, а по факту он едет 4.4 секунды до сотни. Это у нас полноприводная версия. Каждый электромотор выдает примерно 180 киловатт. То есть, если переводить в лошадиные силы, то это примерно 500 лошадиных сил. 500 лошадиных сил, которые срывают этот автомобиль на полном приводе с выключенным трекшном по асфальту, просто с буксом. Для такого крупноразмерного кроссовера, мне кажется, эти цифры просто фантастические. Да, понятно, Tesla Model X едет, ну, типа, 2.9 секунды. Это круто, но мы сейчас говорим не про Tesla и сравнивать мы тоже с Tesla не будем, потому что аналогов у этого автомобиля в компании Tesla нет. Если уже сравнивать Tesla Model X, то с чем-то более крупным. Я, честно говоря, не знаю, в компании Bioid есть таких размеров автомобиль или нет. Но X реально намного больше. У него, как минимум, три ряда сидений. Это уже, как вы понимаете, совсем другая история. Что у нас по заднему ряду сидений? Здесь у нас все просто в дубином пластике. Но я поражаюсь, я поражаюсь китайцам, как они настолько подобрали фактуру пластика, что она реально практически неотличима с кожей. Красная строчка. Здесь у нас такой типа шлифованный алюминий. Честно говоря, вот это все. Вот здесь вот уже у нас идет мягкий пластик. Да, именно мягкий пластик. Здесь опять дубиной. И здесь еще более дубиной. Честно говоря, вот это все мне напоминает Ford Fusion. Вот Ford Fusion прям один в один отделка. Давайте залезем на второй ряд сидений. Я сейчас сижу сам за собой. И у меня здесь просто неимоверное количество места. Я прям с полным комфортом сижу. Реально, кайф, кайф. Здесь у нас светильники светодиодные. Есть ручки. Вот та вещь, которая, честно говоря, выделяет этот автомобиль. Если сравнивать ее все-таки с Теслой, то в Тесле этих ручек нет. Ни в одной модели. И это большая проблема. И очень неудобно. Панорамная крыша. Практически реально на всю крышу она у нас идет. Здесь у нас сеточка еще пока не до конца отодвинута. Но, поверьте, ее можно откинуть до конца. Здесь есть сеточка. Потом я запущу автомобиль. И, в принципе, смогу вам ответить, что у нас здесь находится. Я могу предположить, что здесь органы управления климат-контролем для задних пассажиров. Посмотрите, здесь у нас синяя подсветочка. Я думаю, цвет ее, конечно, можно менять. Но, тем не менее, она здесь есть. Такая неярко выраженная. Но, тем не менее, есть. Светлый потолок. То, что, в принципе, не очень вписывается под общую стилистику автомобиля. Но, как есть. Я думаю, в принципе, регулировать спинку нам тоже можно, по идее. Да, посмотрите. Можно сделать более вертикально. И, соответственно, утопить сидушки под другим углом. Есть у нас здесь зарядочки USB и 220 вольт. Американского типа, конечно. Ну, либо японского. Называйте, как вам удобнее. Но, тем не менее, есть. И это очень круто. Сможете ехать, подзаряжать свой ноутбук и не использовать никакие инверторы. Перемещаемся на водительское сидение. Здесь мы начинаем немножечко уже встречать Мерседес. Как минимум, то, что у нас органы управления электроприводом сидений расположены именно на двери, как и у Мерседеса, я не хочу сказать, что это плохо. В Мерседесе это, ну, реально, органы управления электроприводом сидений расположены на двери. Это очень круто. Память сидений в двух положениях. Вентиляция, подогревы. Но, к сожалению, нет памяти сидений для пассажиров. То есть только для водителя. Отделка вся точно такая же. Вот с помощью этой кнопочки вы можете открывать и закрывать, соответственно, багажник. Да ладно, ребят. Я открыл багажник сейчас. Но закрыть я его не могу. Вы серьезно? Либо я что-то делаю не так. Ребята, у меня уже была такая ситуация в Ауди, когда я не мог с салона закрыть багажник. Но реально не закрывается. Либо просто неисправна эта вещь. Если вы захотите кому-то открыть багажник, не выходя из салона, вы его откроете. Но закрыть вы его точно не сможете. Наверное, предполагается то, что вы кому-то открыли, а человек, который что-то взял с багажника, закроет его. Но это так себе ситуация на самом деле. Есть у вас валик для колен, который механическим способом выдвигается. Поясничная поддержка. И, соответственно, регулировка спинки, регулировка нижней части сидения. Так, идем дальше. Встречаем Mercedes, встречаем Tesla. Все вот эти вот органы управления, они практически один в один, как в Tesla и как в Mercedes. Электронная приборная панель. Монитор центральный. В таком положении он очень сильно похож на монитор, который становится в Tesla Model 3. Но, если мы запустим автомобиль. Встречает нас такая иллюминация BYD. Мы видим здесь вот такую вот функцию. Этот монитор можно повернуть как в вертикальном положении, так и в горизонтальном. Надо сразу отметить плюс конкретно автомобилей BYD, то, что здесь есть английский язык. В Xpeng этого нету. Здесь есть. Я объясню, почему в Xpeng нету. Потому что BYD, в принципе, мировая компания, которая делает автомобили для любых стран. А вот Xpeng, это еще такая молодая компания китайская, которая работает исключительно на китайский рынок. Здесь, посмотрите, у нас... Это, в принципе, планшет. Планшет на андроиде. И это без шуток. Одним словом, здесь есть Play Market. Что-то типа Play Market. То есть, вы можете скачивать абсолютно любое приложение на свой автомобиль. То есть, видите, здесь установлен YouTube. Здесь установлена Яндекс.Музыка. Здесь установлен Яндекс.Навигатор, который работает точно так же, как и на любом телефоне. Видите, все на русском языке. Все работает. И это прямо огромный плюс. Заходим в настройки автомобиля. Здесь вы можете настраивать легкий выход из автомобиля. То есть, каждый раз, когда вы глушите автомобиль, ваша руль и ваше сидение подвигаются немножечко назад. Вот. Потом. Климат-контроль. Куча всяких настроек. Потом Charge. Настройки. Зеркал, стекол. Автоматическое складывание. Режим Drive. В режиме Drive мы можем настроить себе ассистентов. То есть, контроль полосы. Distronic, грубо говоря, как адаптивный круиз-контроль. Автоматическое подруливание, соответственно. Предупреждение о том, что вы сейчас в кого-то въедете. Видите, амбиентную подсветку можно настроить абсолютно в любой цвет. Вот видите. Синенький, красненький, зелененький. Все это дело можно настраивать. Соответственно, и яркость можно настраивать. Здесь стоит штатная акустика для BYD. Я, честно говоря, не сильно разбираюсь в китайских электромобилях. Нам посчастливилось снять этот автомобиль вот прям оперативненько, быстренько. Поэтому я вам, честно говоря, не могу сказать, есть ли какая-то здесь топовая акустика. Но звучит она, честно говоря, здесь так себе. Вот, по акустике мне она не понравилась. Но за эти деньги вы узнаете чуть позже, сколько она стоит. Ну, честно говоря, это хорошо, что она здесь есть. Вы можете с помощью монитора включать и выключать подогрев вентиляцию. Хотя вы можете это делать и на дверных картах. Не знаю, зачем это. Режимы езды у вас есть. Эко, спорт и режим сноу, грубо говоря. То есть езда в снегу где-то, по грязи и так далее. Режим эко и режим спорт. Блин, это на самом деле очень круто. Несмотря на то, что автомобиль реально современный. Вроде выглядит все как космический корабль. Но функций какого-то огромного количества я здесь не вижу. И это на самом деле не является каким-то минусом. Потому что, как правило, в автомобилях современных пытаются напичкать какое-то неимоверное количество функций, которые вам вообще не надо. Понимаете? Соответственно, как бы это немножко раздражает. Мультируль у нас есть. Здесь вы управляете громкостью, переключаете треки. Здесь, соответственно, приборной панелью. Вот. Все очень просто. Здесь есть дефлекторы обдува. Здесь у нас есть два подстаканника. Здесь есть очечница. Освещение диодное. Очень круто. Вот как раз-таки шторочка, про которую я вам говорил. Вот таким образом она у нас выезжает. И вы получаете себе полноценную панорамную крышу. Здесь у вас видите контроль полосы. Включение трекшн-контроля. Помощь при спуске. Автохолл. Электронный ручник. Кнопка старт-стоп. Здесь у нас барашка регулировки громкости. Также какая-то непонятная китайская кнопка. Что-то связано с охлаждением. Я нажал и не могу это выключить. Здесь у нас подогрев лобового стекла. Включение и выключение климат-контроля. Да, вот эта кнопка, честно говоря, я не могу понять, что означает. Но если вы знаете, напишите обязательно. Подлокотник. USB-разъем. Здесь у нас 3G-модем стоит. 12-вольтная зарядочка. Очень удобный органайзер находится вот здесь. Это вроде как бы и не подлокотник, но сюда кучу всего интересного можно положить. Честно говоря, по эргономике мне этот автомобиль реально очень нравится. Здесь установлена батарея на 82,6 кВт-часов. Разгоняется автомобиль, повторюсь, за 4,4 секунды. Полный привод, 500 лошадиных сил и 600 км запаса хода. Это отличный показатель для современного электромобиля. Так, ребят, давайте сейчас прокатимся на этом автомобиле. Посмотрите, как у нас включается передача. Кстати, как в Nissan Leaf. Очень похоже. Блин, честно говоря, он очень высокий. Но. Сейчас, давайте я развернусь. Камера кругового обзора, видите. Прикольно то, что у нас камеры показывают изображение то, что происходит именно по бокам. Я вам скажу то, что реально не очень хорошо чувствуются габариты. Я вот прям не могу к ним привыкнуть. Вот ту дальнюю часть я вообще не чувствую. Благодарю. Надо отдать должное зеркалам. Зеркала реально очень большие, классные, удобные. Есть датчики мертвых зон. Достаточно мягенько, с учетом того, что я еду по просто отвратительнейшей дороге. Хуже дороги просто не придумаешь. Точнее, для теста это хорошая дорога. Я вам скажу, что дребезжит только что-то в одном месте. Панорамка где-то дребезжит. А так ни одного скрипа, ни одного жучка, ничего нету. С учетом того, что у нас здесь не пневмоподвеска. Мягенько, очень мягенько, приятно. Главное. Руль у нас легкий. Я думаю, его в принципе можно настраивать. Но. Классно. Высоко прям сидишь. Чувствуется, что это крупноразмерный кроссовер. Это еще как бы не внедорожник какой-то. Хотя, не знаю. Ну, это класс X5 BMW. X5, GLE, Q7, Q8, Q7 чуть побольше, мне кажется, будет. По размерам. Этот автомобиль одноклассник Q7. То есть X5 намного меньше, чем этот автомобиль. Вот то, что я узнал у владельца. Ну вот сейчас давайте проверим разгончик этого автомобиля. У нас стоит спорт режим. Сейчас посмотрим, в каком шоке будет этот автомобиль, который мы сейчас успеем опередить. Ну, блин, ребята, это очень быстро. Не, ну, блин, 500 лошадиных сил. А вот на скорости шумка оставляет ожидать лучшего. Прямо гул из-под арок вообще страшнейший просто. Где-то вот здесь вот подсвистывает. Да, по шумке, конечно, есть вопросы. Но, в принципе, это на скорости, там, типа, 130-140 км в час может быть нормально. Рулежка такая достаточно у него острая. Круто, что Яндекс.Навигатор говорит не на китайском. Это радует. Понимаете, вот сейчас здесь стоит камера. Это большая проблема электромобилей. То, что мне до камеры буквально пару метров. Но если я сейчас нажму тапок в пол, чего бы мне сейчас хотелось, потому что мне надо как-то успеть вклиниться в полосу, то я попаду на радар. Такой свист, прям. Рекуперация не очень ощутимая, видите, она только 30 кВт не дает. Но если я нажму на тормоз, она может давать и до 100 кВт. Рекуперация здесь своеобразная, но я думаю, что она более чем эффективная. Но когда привыкаешь, например, к Тесле, которая прям конкретно клюет, и вы можете не пользоваться педалью тормоза, то, конечно, не хватает немножко, не хватает этой рекуперации. Я, конечно, буду отвлекаться во время езды. Может быть, не буду смотреть в камеру, но это исключительно потому, что я не хочу разложить этот танк. Он, в принципе, так и называется, танк. Если подвести итоги, то, как бы мне не нравилась Тесла, этот автомобиль, безусловно, имеет будущее. Этот автомобиль достоин внимания. Но чего-то мне в нем не хватило. Вот какой-то харизмы, что ли, в нем не хватает. Хотя, знаете, Тесла, это, наверное, больше как жениться на порноактрисе. Все знают, что она умеет. Она вас постоянно провоцирует на трассе, на гоночном треке, в городе, абсолютно везде. А вот этот автомобиль, как модель Victoria's Secret, она умеет общаться с вашими родителями. Ваши родители ее любят. Она умеет общаться с детьми. Но, тем не менее, она умеет завязывать черенок вишенки одним только языком. Но это знаете только вы. Вот мне кажется, это про этот автомобиль. Он вроде такой спокойный. В то же время он красивый, он элегантный. Но в то же время про его возможности знаете только вы. И, наверное, это неплохо. Хотя, иногда вот хочется, понимаете, вот этого вот Тесловского подрыва, который просто вам ломает шею. Вот. Ну, давайте, наверное, перейдем к стоимости этого автомобиля. Я думаю, всем будет интересно знать. Вы можете приобрести этот автомобиль под заказ от 39 тысяч долларов. В данном автомобиле 44 тысячи километров пробега. И это 2019 год. Вот примерно такой год с таким пробегом в этой же комплектации вы сможете приобрести от 39 тысяч долларов. Друзья, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите свои комментарии. С вами был Алексей, компания Восмотрс. Всем пока.